Мир полон вещей и существ, которые могут вас убить, будь то растения, животные или даже просто вода. Дикая природа знает миллион способов убийства, но хотя у нас нет когтей или жесткой шкуры, мы имеем одно преимущество – наш мозг. Достаточно ли вы умны, чтобы разгадать эти загадки и выжить? Может быть, вы даже узнаете что-то новое из этого видео? Номер 10. Большая проблема. Представьте, что вы идете по африканской саванне. Слева от вас стоит высохшее дерево, справа дорога спускается в крутую долину, а на равнине впереди львы дерутся за последний кусок газели. Но перед вами стоит более серьезная проблема, ведь вы врезались прямо в зад 17-тонного африканского слона, и он не очень-то этому рад. Теперь он надвигается на вас. Нужно соображать быстро. Вы а. Побежите на равнину впереди, б. Заберетесь на дерево или в. Побежите вниз, в долину. Поторопитесь. Вы решили бежать на равнину? Плохое решение, ведь там есть львы. Кроме того, слоны могут бежать очень быстро, если захотят. Так что шансов на спасение мало. Что касается дерева, то я бы не советовал забираться на него. Слон быстро расправится с ним и просто сбросит вас, просто толкнув его. Лучше всего будет спуститься в долину. Согласно исследованию Оксфордского университета, слоны по возможности избегают холмов. Они не любят забираться по ним, а во время спуска их уши хлопают прямо перед глазами, закрывая обзор. Это хорошо для вас, так как вряд ли этот гигант побежит дальше за вами, если он ничего не сможет видеть. Номер 9. Вода повсюду. После столкновения со слоном вам наверняка захочется выпить стакан воды, чтобы восполнить запасы жидкости, потраченные на пот. Однако в природе выбор неправильного источника воды – это смертельная ошибка. Вы оказались в месте, где есть 4 источника. Но из какого из них вы решите выпить? А. С соленой водой. Совсем чуть-чуть соленой. Б. Из чистого спокойного озера. В. Из илистого ручья. Или же Г. Из сочного кактуса. Надеюсь, вы не выбрали соленую воду. Она вызовет еще больше обезвоживания. А кроме того, возможно, еще и безумие. Поверьте, это вам точно сейчас не нужно. Идем дальше. Чистая вода из озера кажется разумным вариантом, но его неподвижность, скорее всего, означает, что это озеро стало застойным. А стоячая вода – идеальный дом для смертоносных паразитов и бактерий. Всегда избегайте ее. Распространено заблуждение, что вода из кактуса – безопасный источник жидкости. Это неправда, так как эта вода нередко загрязнена опасными веществами. Из-за них вы можете сильно заболеть или даже умереть. Лучший вариант – взять воду из реки или ручья, даже если они елистые. Хотя они не идеально чистые, движущаяся вода намного безопаснее для потребления, нежели стоячая. Номер 8. Три пути Вы продолжаете блуждать в дикой природе, и всего лишь через три часа вы умрете от голода. Перед вами развилка. Один путь – это 20-километровая дорога на гору, спуск с которой ведет к почти что бесплодной равнине, на которой растет только несколько кактусов и сухих деревьев. Второй путь ведет к пляжу, но там нельзя загорать или купаться. Море постоянно беспокойно, и пляж утыка напасными острыми камнями. А третий путь ведет к приятному полю, на котором стоит корзинка с десятью ягодами клубники и даже стакан воды. Звучит идеально, да ведь? Одна загвоздка – надвигается наводнение. А значит, какое бы место вы не выбрали, вы застрянете там на три недели. Так что выбирайте с умом. Возможно, вы решили, что нужно направиться к горе и посмотреть, куда ведет тропинка на другой ее стороне. Кто знает, что там может быть, правда? Ну, что бы ни было на другой стороне, это вам не особо поможет. Даже на максимальной скорости вы вряд ли доберетесь до вершины горы до того, как умрете от голода. Клубника и вода покажутся настоящим спасением в первый момент. Но их точно не хватит на три недели. Ягоды уже спелые, так что они сгниют через пару дней. А на одном стакане воды нельзя продержаться практически целый месяц. Пляж – мудрый выбор. Хотя на нем опасные камни, в море есть практически бесконечные запасы пищи. А если подойти к делу с умом, то вы, возможно, даже сможете превратить морскую воду в пригодную для питья. Номер 7. Грязный оазис Вы оказались в пустыне, и жара вызывает сильную жажду. Бутылка с водой опустела много часов назад. Вы замечаете мерцание вдали. Наверное, очередной мираж. Но, подойдя ближе, вы видите водоем с холодной, но грязной водой. Рядом с ним лежит брошенный рюкзак, и вы его открываете. Внутри три предмета. Какой из них сделает грязную, кишащую бактериями воду, пригодную для питья, пока вы живы? А. Кусок ткани и несколько резинок. Б. Полная солонка. Или В. Отбеливатель. Для начала выбросьте солонку. Воду лучше пить без приправ и специй. С помощью тканей и резинок можно соорудить самодельный фильтр, который очистит воду от крупных насекомых и камней. Но он не защитит от самых опасных бактерий и микробов. Как ни странно, отбеливатель лучший вариант. Это малоизвестный факт выживания. Если налить две капли отбеливателя без запаха в литр воды, он будет действовать как очиститель. Просто встряхните его и чуть-чуть подождите. Но не делайте так постоянно. Номер 6. Перелом. Вы стойко продолжаете свое ужасное путешествие. И происходит очередное несчастье. Вы спотыкаетесь о пень и ломаете лодыжку. Дело плохо. Срочно нужна медицинская помощь, иначе вы умрете. Чтобы добраться до людей, нужно найти путь к цивилизации. Но учтите, что вы понятия не имеете, где вы находитесь. Какой способ приведет к населенному пункту? А. Идти за зверями. Б. Идти за полярной звездой. В. Идти вдоль реки. Г. Идти за пролетающим самолетом. Время вышло. Давайте подумаем. Если идти за зверями, вы выйдете к людям только если вы в заповеднике. Скорее на вас просто нападут. Руководствоваться полярной звездой предложил бы руководитель скаутов. Но так как вы не знаете, где находитесь, идти на север может быть опасно и бесполезно. А на счету каждая секунда. Самолет может направляться в аэропорт неподалеку. Или лететь из него. Но также возможно, что он летит к океану. Или в более дикую местность. Нет времени выяснять. Лучше найти реку и идти вдоль ее берега. С древних времен города и деревни строили на берегах рек. И вы наверняка найдете населенный пункт. Номер 5. В лапах города. Вы очень невезучий человек. Теперь вы оказались в ледяных когтях метели и замерзли до костей. Вам нужно действовать быстро, иначе окочнеете. Вы замечаете четыре предмета, лежащих в снегу. Они могут помочь выжить. Что вас спасет? А. Мусорный пакет. Б. Потертая веревка. В. Старая шапка. Или Г. Одна резиновая перчатка. Резиновая перчатка пригодится для сбора воды. Но сейчас это вам не особо нужно. Шапка может немного согреть голову. Однако она быстро намокнет. И что насчет остального тела? Вы точно окочнеете в снегу. Веревка полезна для ловушки. Но еда тоже не самая насущная проблема. Вам нужно укрытие. И полиэтиленовый пакет для этого идеален. Можно широко раскрыть его и растянуть между двумя деревьями. Получится неплохое укрытие от снега. Как вариант, можно свернуться калачиком и обернуть пакет вокруг себя. Он водонепроницаемый. А значит, вы сможете обсохнуть. И еще он защитит от холодного ветра. Мусорные пакеты необходимы для выживания. Номер 4. Три двери. Наконец вы добрались до поселения. Большого замка на холме. Когда вы заходите, то видите три двери. В одну из которых надо зайти. За первый мужчина, сидевший 60 лет в тюрьме по обвинению в убийстве. За второй гнездо гигантских шерстней, в котором живет 6 миллионов ужасно агрессивных насекомых. За третьей дверью прячется печь с температурой в 260 градусов. Выйти назад нельзя. Что выберете? 6 миллионов гигантских шерстней – это верная смерть. Особенно, когда они агрессивны. Что касается печи, она поможет при обморожении. Но еще она поджарит и даже пережарит вас. А вот мужчина за первой дверью – самый лучший вариант. Его обвинили в жестоком убийстве. Но это не значит, что он его совершил. Может, он очень милый человек. И действительно, он вежливо пропускает вас. Номер 3. Ужин с братом-психопатом. Убийца оказался вполне дружелюбным, хоть и слегка непонятым. А вот его брат – настоящее зло во плоти. Оказывается, хозяин замка – это сумасшедший доктор по имени Билли Мясник. И он пригласил вас в свои покои на ужин. Он поставил перед вами 3 тарелки, на каждой из которых лежит гриб. На первой тарелке – ярко-красный гриб. Большой и круглый, с белыми пятнами. На второй тарелке лежит элегантный белый гриб. И с него капает какая-то сливочная жидкость. На третий – коричневый, тусклый и маленький гриб. Если вы откажетесь, хозяин скормит вас монстром. Что вы выберете? Я надеюсь, что вы не съели первый гриб. В природе есть маленькие предупреждающие знаки. Например, яркие цвета. Хотя Марио может есть такие грибы, и даже вырастает от них. Если вы их съедите, то умрете очень быстро и болезненно. Ведь это красные мухоморы, которые очень ядовиты. Во всяком случае, если их не приготовить. Впрочем, белый гриб будет еще хуже. Многие самые смертоносные грибы белого цвета. Например, белые или бледные поганки. А также другие похожие виды выделяют смертельно опасные жидкости при повреждении. Самый безопасный гриб – это коричневый. Скорее всего, он принадлежит к семейству трубчатых. Которая обычно менее ядовита, чем семейство мухоморов и поганок. Номер два. Энне-бене. После такой трапезы добрый били-мясник привязывает вас к электрическому стулу. Он выкатывает стол с кнопками. Зеленый, желтый и красный. Лишь одна кнопка слегка ударит вас током через ремни. А затем вы будете свободны. Однако две остальные выпускают смертельную порцию тока. Зеленая кнопка приводит к удару электрическим током. Желтая вас убьет. А красная кнопка пронзит током всех. Били-мясник вам не наврал. Какую кнопку выберете? Вы решили? Если все утверждения верны, то желтая кнопка исключается. Не надо настолько рисковать. Все дело в выборе слов. Фраза «ударить током» значит «убить электрическим током». А значит надо нажать красную кнопку. Вы получите небольшой шок, но вас отпустят на свободу. Теперь вы можете убежать от маньяка, устроившего вам проверку. Номер один. Битва с боссом. Хромая, вы выходите на улицу, но оказываетесь на арене. Били-мясник сидит наверху и смеется от удовольствия. Он кричит задание в мегафон. Пора встретиться с его монстрами. Один с головой гремучей змеи и телом большого хорька. Другой с телом гориллы и головой аллигатора. У третьего голова и тело большой белой акулы. Но лапы, когти и хвост медведя. Придется бороться с одним из этих существ. Кого вы выберете? Первые два будут опасными противниками в вашем слабом состоянии. Змея-хорек проворно и чрезвычайно ядовито. А горилла-аллигатор быстро раздавит вас. Остается только медведь-акула, разумеется. Ведь Билли забыл, что у акул жабры, и они не могут дышать на суше. Неудивительно, что он не стал ветеринаром. Поздравляю! Вы добрались до конца этого напряженного приключения. Вы решили все загадки? Может, у вас были свои решения? А главное, выжили ли вы? Расскажите в комментариях, как вы справились. Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал Игорь Негода. Продолжение следует...